К другим темам. Три года перемен. 12 мая 2012 года Николай Иванович Меркушкин вступил в должность губернатора Самарской области. Что реально изменилось в регионе за это время? Большие стройки, знаковые открытия, визиты первых лиц государства и проведение мероприятий всероссийского уровня. В нашем обзоре. Всего три года, в течение которых Самарская область получила колоссальный задел на будущее с тем, чтобы возродить былую славу опорного края страны. Это курс на согласие и порядок созидания, который обозначил губернатор. И конкретные дела. Они уже сегодня преобразили регион. Я считаю одним из самых главных таких достижений Николая Ивановича, что люди поверили во власть. И лично ему, и правительству, которое он сформировал. Потому что вот эта обратная связь, она практически ежедневная. И в этом общении люди понимают, что да, у нас губернатор, если он что-то говорит и берется, он делает. Одним из первых кадровых решений, которые принял после выборов 2012 года президент России Владимир Владимирович Путин, стало назначение на пост губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Один из самых влиятельных региональных лидеров в стране на тот момент смог немалого добиться в республике Мордовия. Слушать и слышать таков его принцип в работе. И люди откликнулись на этот призыв, поверив, что Самарская область достойна того, чтобы заявить о себе на мировом уровне. У Самарской области накоплен огромный потенциал и опыт решения самых масштабных, беспрецедентных задач, имеющих огромное значение для всей нашей страны. А главное, и сегодня есть наше общее желание возродить мощь и славу Самарского края. И в этом нас активно поддерживает президент страны Владимир Владимирович Путин. Подтверждением глобальных планов стало совещание по социально-экономическому развитию региона, которое в Самаре провел президент России Владимир Владимирович Путин. Самара должна, по-моему, здесь быть одним из лидеров, имея в виду, что Самара входит в число 10 крупнейших промышленно развитых регионов нашей страны. Это совещание стало уникальным. Подобные мероприятия проводились лишь в считанных единицах регионов. Министрам были даны конкретные поручения по развитию важнейших отраслей производства и социальной сферы. Владимир Владимирович Путин дал старт строительству стадиона, на котором пройдут игры Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сегодня стройка уже идет полным ходом. Одним из важнейших транспортных объектов к Мундиалю стал новый терминал аэропорта Курумыч. В Тольятти построен лучший в России ледовый дворец Лада-Арена. В 2012-13 годах возведено 72 спортобъекта, почти столько же в 2014 году. Открыто десятый по счету станции метро Алабинская, новые детсады. Впервые за последние 20 лет в Самаре начала строиться школа. Создается объединенный университет, который станет научно-исследовательским центром мирового значения. Центр одаренных детей и наукоград Гагарин-центр. А лучшим подтверждением консолидации общества и доверия власти стали итоги сентябрьских выборов. Николай Иванович и Меркушкина поддержали более 90% жителей области. А значит есть решимость выполнить стратегическую задачу, которую он обозначил. Сделать Самарский регион опорным краем России. Олег Зверев, Сергей Овчинников, Новости губернии.